Сегодня у нас с вами такая очень интересная, я так чувствую, будет очень интересная беседа. Беседа подразумевает, что должна быть информация идти в обе стороны. То есть я хочу рассказывать вам то, что вам интересно. А я это могу узнать только одним способом, набираясь на ваши вопросы. Летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко встретился со школьниками Одинцовского округа, рассказал о своей профессии, полете в космос и буднях, проведенных в невесомости. В актовом зале образовательного центра «Флагман» собралось более 300 ребят. Вопросы из зала звучали самые разнообразные. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Вершова. И у меня вопрос, какова будет первая помощь в открытом космосе человеку, которому стало плохо? Что нужно, чтобы стать космонавтом? Как скоро в космосе начинаешь скучать по Земле? Что будет, если при посадке спускаемый аппарат с экипажем приземлится в другом государстве? Ребята наперебой интересовались нюансами профессии. Андрей Иванович с радостью отвечал на все вопросы. Просто в нашу профессию надо идти с открытыми глазами и очень хорошо понимать, представлять, какие риски она несет. Настоящим сюрпризом для ребят стало присутствие в зале супруги Андрея Борисенко, Натальи. Женщина, в свою очередь, рассказала, каково это быть женой космонавта. Мало приятно, уезжать нужно целых полгода, мусор носить некому, сходить в магазин некому, но на самом деле это шутка. Это очень волнительно, нервы, конечно, напряди. В рамках встречи ребятам также показали несколько документальных фильмов об истории развития космоса и о достижениях сферы сегодня. Школьников встреча очень впечатлила и точно запомнится каждому на всю жизнь. Мне очень понравилось. Во-первых, это очень познавательно и интересно. Во-вторых, я узнала много нового о космосе и, наконец-то, увидела настоящего космонавта. Мне тоже очень понравилось. Очень много интересного запомнилось. И тоже услышала много чего достаточно интересного. София учится в девятом классе в центре «Флагман», а попутно занимается в медиашколе образовательного учреждения. И сегодня выступает в роли журналиста. Мы узнали накануне, буквально вчера вечером. Очень много думали, как мы камеры будем готовить, заряжены ли они. Мы все очень рады, что к нам приезжает такой человек. Наш класс даже пришел. Очень странно, что прям в высоком количестве пришли. Здесь очень много ребят собралось. Очень интересно пообщаться с таким человеком. Преподаватель Одинцовской лингвистической гимназии Юлия Аверьянова на мероприятие пришла не как педагог, а как мама. Вместе с дочерьми с удовольствием встретилась героем России. Мероприятие очень значимое для нас, потому что оно охватывает очень много сфер нашей образовательной деятельности, сфер нашей жизни. Перед нами настоящий герой, человек, который и здоровый образ жизни ведет, человек, который действительно образец для нашего подрастающего поколения. Такие мероприятия положительно влияют на подрастающее поколение и приносят массу удовольствия всем участникам, отмечается организатор встречи Екатерина Скорикова. Помогает определиться с профессией в рамках профориентационных мероприятий. Плюс, мне кажется, каждому ребенку и каждому взрослому очень интересно узнать о космосе, что-то новое, что мы еще не знаем, и при чем пообщаться лично, вживую с летчиком-космонавтом, с человеком, который был там и видел все своими глазами. У Андрея Борисенко встреча со старшеклассниками также оставила только самые положительные впечатления. Мне всегда очень нравится общаться с ребятами в рамках различных мероприятий. Это вот одно из тех форматов, которые, на мой взгляд, очень удачные, потому что именно формат беседы позволяет ребятам задать те вопросы, которые им интересны, ну а мне, соответственно, на них ответить. Творческий коллектив школы подготовил для Героя России тематический музыкальный подарок ко Дню космонавтики. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...